В нашем городе 17 апреля стартовала фестивальная неделя. В течение этого времени юные пущинцы декламируют стихи, представляют фотографии, картины, подделки, танцуют и поют. Так в нашем городе проходит фестиваль детского творчества «Пущинская весна». А открылся он премьеры спектакля. Сегодня здесь, сейчас на этой сцене, театр-студия «Лица» покажет спектакль для вас вне конкурса, в рамках театральной номинации. А вообще фестиваль «Пущинская весна» состоит из очень многих номинаций. Все виды искусства для наших детей представлены в этом фестивале. Так что сегодня начало, и я надеюсь, что оно будет хорошее. Театр-студия «Лица» подарил юным пущинцам волшебный презент. Перенес в мир добра, чудес и приключений. В первый день фестиваля на сцене Центра культурного развития шла сказка Андерсона «Огниво». Это малые формы, сказка короткая, дети не устают, вот что тоже очень хорошо. И почему «Огниво»? Потому что оно мне попалось просто на глаза. И вот эта новая переработка стихотворная, мне она очень понравилась. Потом, если вы заметили, у меня начали заниматься дети. И Лёля, и Маша, и Даня. Ну, ребенок, конечно, но он первый раз выходит на сцену. Поэтому, а сказка – это благодатный материал, на котором очень хорошо их растить. Вот, артистов. Юные зрители были не просто свидетелями событий, но их участниками. Они помогли ответить на вопросы королевы, которые она задавала неудачливым женихам принцессы. Если б думаться слегка, то ответишь буква «А». Если б в этом зале дети женихам не помогли, ни за что в загадки эти отгадать те не смогли. Что такое волшебство? Это добрые люди, добрые поступки, глаза, которые сияют от радости. Так считает Анастасия Зиновкина, исполнительница роли принцессы. Настя с детства любит сказки. И сейчас, в юности, у нее к ним особое трепетное отношение. Я думаю, что сказки притягивают своей добротой, которой нам часто очень не хватает в настоящей жизни. А сказки делают людей добрее. И мне кажется, когда даже взрослые люди приходят, они уже осознают по-новому, по-другому эти же сказки. И мне кажется, что после просмотра какой-нибудь сказки или волшебного представления, то в них, в их душах просыпается частичка чего-то светлого и доброго. И они готовы на новые подвиги и свершения. Старая сказка в современной постановке пришлась по душе зрителям. Ведь она была чуть-чуть страшная, очень красивая и трогательно-музыкальная. Наконец-то мы вместе. Принцесса. Солдат. Ты жених. Я невеста. Как я рада. Я рад. Солдат и принцесса счастливы. Коварная ведьма осталась ни с чем. Без счастливого конца сказка не сказка. Екатерина Рускова, Андрей Михалин, Тимофей Акимов. ТВ Спущено.